Худший случайный перепихон на одну ночь. Го, глянем че. О худших случаях, когда вы проснулись в одной постели с тем... Не послушаем немножко неудачников. Кого не знаете. Я вангую, ХПБ ЛГБТ, приготовьте смайлики, пожалуйста. Проснулась в постели одна и нагишем. Подумала, что чувак ушел. Ну и ладно. Внезапно почувствовала ужасные, ужасные, очень болезненные спазмы в животе. Встала с постели и побежала в туалет. Пришлось бежать, прикрывая зад рукой, чтобы не обосрать все вокруг. Совет от профессионала, не повторяйте мою ошибку. Вы все равно обосрете все вокруг, пусть хоть руки останутся чистыми. Целых 15 минут из меня извергался понос. Сидя на унитазе, радовалась... Так, подождите, подождите секунду. А при чем тут это вообще? Почему я зашел на ролик, который говорит о худшем случайном перепихоне на одну ночь, а мне втирают историю про то, как баба проснулась утром и обдрестала всю квартиру? Бля, это... Это... Ну ладно. В принципе, я не против такой... Такой истории. А, хорошо. Что хоть парень уже ушел и не видел моего позора. А, вот чем-то. Влегчилась, приняла душ, вернулась в комнату и увидела огромное коричневое месиво прямо в центре кровати. Вспомнила, что мы с парнем легли спать, обнявшись. Я уснула, лежа спиной к нему. Понятное дело, он мне больше не звонил. Бля, чё, пиздец, подливый захуярили. Бля, вот этому чуваку реально было что рассказать. Я представляю, как он рассказывал эту историю друзьям. Снял бабу в клубе, нормально все было. Пошли ебаться, утром просыпаюсь, весь в говне, в параши, воняет, как, блядь, в каком-то коровнике. Поднимаю одеяло, а это, прикиньте, баба насрала целую лужу по носу, блядь. Стены в говне, все в говне. Ну я и ушел, блядь. Он случайно зарядил мне в глаз во сне, в результате я неделю ходила с огромным фингалом. Мы с ним все еще друзья, и я постоянно напоминаю ему об этом. Мы провели ночь после того, как познакомились на вечеринке. Когда мы проснулись, мы с трудом смогли вспомнить то, что было прошлой ночью. Он решил сходить на заправку, чтобы купить нам что-нибудь поесть и попить. Я почувствовала бурление в животе и пукнула. Не продолжай, блядь, подруга, блядь, я уже знаю, что там будет. Один раз запах стоял отвратительный. Когда он вернулся, через 10 минут вонь еще не прошла. Он начал кричать, что его собака насрала где-то. Разбудив всех в доме, он так и не узнал, что причиной вони была я. Блядь, я представляю, тут все. Она предложила мне остаться у неё ночевать. Да, собака. Она, наверное, такая говорит, да, 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 что-то, да, собака, собака. Бать, мне совсем этого не хотелось, но я согласился. Я проснулся посреди ночи и попытался улизнуть, но дверь в комнате была заперта. Она проснулась и спросила меня, куда я собрался. Хотел попить воды, ответил я, так как ничего другого не пришло мне на ум. Она открыла дверь, сходила со мной на кухню, после чего мы вернулись, и она снова заперла дверь на замок. Я в то время служил во флоте США. Однажды, во время стоянки в Сингапуре, я познакомился с одной девушкой в клубе под названием Огонь. Кажется, именно так он назывался. Блять, охуенный клуб, на самом деле я в такой бы в жизни не пошёл. Клуб, который называется Огонь. Чё, клуб под названием Огонь, блять. Проснулся в 2 часа ночи в её квартире, а в 4 утра наш корабль должен был покинуть гавань. У меня не было денег, потому что я всё потратил в клубе, я понятия не имел, где нахожусь и как мне вернуться на корабль. Пока я пытался сообразить, что мне делать, девушке позвонил мой сослуживец. Оказалось, что они были друзьями, и он видел, как я уходил с ней из клуба. Он отправил за мной такси, и я успел вернуться на корабль. Покувыркался с девушкой и решил ночью поехать к себе домой. Вызвал такси через Uber. Приехал её отец, который работал таксистом и только заступил на смену. Догадались, кто был его первым клиентом в эту ночь? Клянусь, более неловкой поездки у меня в жизни не было. Это случилось на следующее утро после Дня Святого Валентина. Меня бросил парень, с которым я встречалась очень долго. Я стояла залитое в магазине, смотрела на цветы и шоколад и думала о нём. Вдруг я подумала, что нужно купить цветы и воздушные шарики и оставить их на крыльце его дома. Примерно такого рода гениальные идеи всегда приходят мне в голову, когда я не в себе. Я купила шарик и цветы, вышла на улицу и отпустила шарик. Он улетел, а я начала плакать. Какой-то чувак, сидевший в машине, спросил меня, в порядке ли я. Проснулась утром у него. Он начал рассказывать мне, как мечтал стать рэпером, заставил слушать свои паршивые треки. Мне сразу захотелось уйти домой. Когда я встала, чтобы уйти, он сказал, что мне придётся подождать, пока его бабушка уйдёт из дома играть в бридж со своими подругами, так как он не может позволить себе снимать жильё и вынужден жить с бабушкой. Через два часа, полных неловкостей и сожалений, я смогла, наконец, свалить. Выходя из его комнаты, я увидела, что его бабушка поставила мои цветы в вазу на столе. Когда я проснулся... Понятно, понятно. Мне нравятся бабы. Чувак ей там пару слов сказал, она проснулась у него. Бля, вот, знаете, не моё дело, опять же, но я таких женщин... Блять, просто тьфу нахуй, блять. Не могу, не перевариваю. Проснулся, она попросила меня уйти. Я вышел из дома и понял, что мою машину увёз эвакуатор. Мне пришлось вернуться к ней и ждать такси. Проснулся с девушкой, с которой познакомился прошлой ночью. Понял, что она описалась. Мне ловко, если я особенно пафосно ушёл из дома и потом такой... Ладно, детка, я тебе перезвоню, потом я с тобой заеду. Через пять минут можно я тебе позвонить? У меня машинную ухоторю, если, блять. Пока спала. В доме было девять человек, и только двое из них были знакомы друг с другом. Они жили в этом доме. Со всеми прочими они познакомились лишь прошлой ночью. Выяснилось, что я вообще нахожусь в другом штате, хотя я лишь в двух часах от своего дома. Мне пришлось сидеть в мокрой от мочи одежде с кучей незнакомых мне людей, пока за мной не приехал мой друг. Он заставил меня надеть на себя мусорный мешок, прежде чем сесть в его машину. Её гадовалый сын залез на кровать и разбудил меня, приняв за своего папу. По какой-то странной причине я не стал ему говорить, что я не его папа. И не стал ему говорить, что хуй это вовсе не реденец. Комился с девушкой в баре, после чего пошли к ней. Мы оба были в хлам, занялись этим, а её пёс пялился на нас. Её стошнило на меня во время процесса. Как мог, привёл себя в порядок и отключился. Когда я проснулся на следующее утро, её мама пыталась войти в комнату, спрашивая свою дочь, кто с ней. Она ответила, «Здесь никого нет, отвали!» А затем сказала, что я смогу уйти только после того, как её родители уйдут на работу. Я решил, что ни за что на свете не буду торчать в её доме два часа с облёванным достоинством. Её комната находилась на втором этаже. Я вышел из окна на крышу и спрыгнул вниз. Встал на ноги и побежал в сторону улицы, но оказался в тупике. Развернулся, чтобы убраться с их двора, но на лужайке перед их домом наткнулся на её маму, которая стояла в одном халате с чашкой кофе в руке и смотрела на меня. Побежал на заправку, где подождал, пока меня заберёт друг. Изменено, чуть не забыл, я подхватил от неё хламидиоз. Бля, пизда. Когда я проснулся, то увидел в снапчате кучу фотографий своего друж... Эти, господи, уёбки, которые трахаются со всеми подряд, были по пьяни и так далее, как заебали. Спасибо, ребят, 26 осталось. Девушка от девушки, с которой провел ночь. Она даже выложила пару фоток в сторис. Видимо, она фотографировала его, пока я спал. Изменено. Когда я проснулся и начал проверять снапчат, мы всё ещё были в одной кровати. Я разбудил её и заставил удалить эти фотографии. Она сделала это не со зла. Кроме того, она была потрясающей. Родители девушки вернулись домой на пару дней раньше. Они вошли в дом рано утром, а я спал с ней в её спальне. Вокруг кровати валялись бутылки, пепельница была полная, по ней бегали тараканы. В общем, они вернулись домой и поднялись наверх. Я лежал голый и ничем не прикрытый. То есть, как только они открыли дверь, им в глаза бросился мой шланг. Я думал, что её отец надерёт мне зад. Не знаю, попадал ли я в более неловкие ситуации. Это случилось не со мной, а с моим другом. В его комнату в общежитии вломилась какая-то девушка, которая... А что на 900 регистрации будет? Меня накрасит Полина в девочку прямо на стриме. Я надену парик и превращусь в Анжелу, которая как-то у нас появилась на стриме. И так проведу весь стрим. Буду как стримерша стримить, короче. День стримерши у меня будет. День стримерши. Вторая была в хлам и явно не знала, где находится. Она звала какого-то парня, который там даже не жил. Всё зависит от ваших регистраций, ребят. Всё зависит от ваших регистраций. Потом упала на кровать моего кореша и уснула. Он взял игровую приставку и всю ночь играл. Утром она проснулась очень смущенная тем, что произошло. Напился в хлам в хипстерском баре... Давай ссылку, я заинтригован. А напиши восклицательный знак Рейт в чате, и ты получишь ссылку. И познакомился с одной милашкой. Мы пошли к ней, покувыркались и уснули в её кровати. По крайней мере, мне казалось, что это была кровать. Когда я проснулся на следующее утро, то ясно увидел, что в её комнате вообще не было никакой мебели. Всё было завалено её грязной одеждой. Отдельные кучи даже сформировали нечто вроде кровати и стола. Вони особой не было, но всё равно это было очень неприятно. Не просыпаясь, она зарылась глубже в свою постель. Кучу одежды. А я тихонько улизнул оттуда. Должен ещё заметить, что я ношу контактные линзы, а очков с собой у меня не было. Оказалось, что я зачем-то снял линзы и положил их фиг знает куда. Так что мне пришлось вслепую, ещё и с Будуна, идти пешком 4 километра до моего дома. Ох уж эти студенческие годы. Это произошло на следующий день после того, как я очень жёстко оторвалась на одном фестивале пляжной музыки. Я проснулась на раскладном диване, засыпанном песком и блёстками в нашей квартире. Я жила там со своим старшим братом, нашим общим другом и их друзьями. Рядом со мной лежал парень, лицо которого я смутно припоминала. Когда я начала понемногу вспоминать то, что произошло прошлой ночью, я пришла в ужас. Как он выпил половину всей нашей выпивки, в результате чего мочился и блевал, пока мы делали это, а затем упал в ванную. А ещё его... Мочился и блевал, пока... ...вырвало на пол и в мою сумку, которая лежала рядом с диваном. Конечно же, он не помнил ничего этого, когда проснулся. Если честно, мне было его даже жаль. А ещё мне было стыдно за то, что я так опозорилась перед семьёй. Поэтому я сводила его в кафе, где угостила вафлями, а потом погуляла с ним по пляжу. Излишне говорить, что я не слишком горжусь тем, что произошло в тот день. Скорее, мне очень стыдно за это. Она... Пиздец нахуй, облёванная, боссанная. Спросила. Итак, теперь я твоя девушка? Девушка укусила меня за губу, у меня были синяки по всему телу, а ещё она нассала прямо на пол в собственной квартире. Спасибо. За реагу, ребят, 24 осталось. Она даже не помнила, как меня зовут, хотя и я не помнил её имени. Мы начали встречаться вместе уже полтора года, и я очень счастлив. Мне тогда было 22 года, и я только начал увлекаться переодеванием женскую одежду. Одобряем. Познакомился в интернете с парнем, мы переписывались несколько дней и договорились о встрече. Он жил в богатом районе в северной части города, ему было 30 лет. Мы покувыркались. Я вовсе не планировал оставаться у него на ночь, но уснул. Я проснулся один в 10 утра в белых чулках и белом топе, в которой я был одет прошлой ночью, но без нижнего белья. Я лежал в его кровати, но его рядом не было. Я нашёл свой телефон, свои кроссовки и трусы. Надел кроссовки и начал ходить по его дому в поисках своей мужской одежды. Там было всего две спальни, это не был какой-нибудь особняк. Он жил один, поэтому там было очень чисто, что меня даже расстроило, поскольку я слишком быстро осмотрел все комнаты несколько раз в поисках одежды и бумажника. Часов в 11 я увидел, что на моём телефоне садится зарядка. Я начал набирать сообщения своему лучшему другу, который жил со мной, решив признаться о своих тайных увлечениях. Пока я писал ему о том, что меня нужно забрать, мой телефон сдох. Я заплакал и начал просто бродить по дому. Вдруг я наткнулся на раздвижную дверь, которую прежде не заметил. Это была комната для стирки. Моя одежда лежала на сушилке. Рядом лежали мои ключи и бумажник. Хлянусь, я никогда в жизни не испытывал такого внезапного и радостного облегчения. В комнату вошёл её парень. Естественно, он очень рассердился. Я встал с постели и пошёл в свою комнату, расположенную напротив. Проснулась одна, незадолго до рассвета, в красивом доме без мебели. Этот дом был огромен и казался ещё больше, потому что в нём не было мебели, и это очень напрягло меня. Я начала бродить по дому в поисках его хозяина. Огромные светлые комнаты начали заполняться предрассветным голубоватым светом. Я почувствовала себя героиней фильма в жанре научной фантастики. Меня охватила тревога, и я вернулась в спальню, где горел свет. Спальня оказалась обитаемой чуть более других комнат. Естественно, там была кровать. Но вдруг я заметила, что там было ещё кое-что, кроме... Спасибо, Вилат Гейн. ...на кровати. Сотни банок диетической пепси. Только банки из-под диетической пепси выстроились вдоль стен, сложенные в ровные ряды. Я увидела также комод, на котором также стояли банки из-под пепси. Банки стояли в каждом углу и даже на подоконниках. Я взглянула на них поближе и поняла, что они пустые. Это значит, что этот парень собрал их здесь не для последующей продажи или чего-либо ещё. Он просто выпивал их и оставлял банки, ни записки о том, как запереть его дом, ни номера телефона, только банки и пустой дом. Я вышла из дома и вернулась в город. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю об этом. А что, если каждая банка — это одна жертва? Каждый раз, когда он кого-то убивал, он покупал баночку пепси без сахара. Он выпивал её и ставил вдоль стенки. Потому что этот дом каждый раз наполняется кусочками из его жертв. Немногие знают, но он забирал частичку жертвы после её убийства. Будь то кусочек плоти или чего-то другого. Иногда он отковыривал ногтевые пластины и замуровывал частички их в стены своего дома. Та-да-да. Она описалась в моей постели, когда спала. Подумай, как ужасно стыдно ей было. Должно быть, у неё теперь комплекс на всю жизнь. Проснулась в одной постели с незнакомцем, но это ещё не самое худшее. Блядь, самое худшее знаете что? Что она обоссала вам кровать, просыпается раньше, видит огромную лужу, блядь, и думает, что это нассали вы. Уходит и потом рассказывает историю, как переспала с чуваком, который обоссал кровать. Но на самом деле это обоссала она её во сне и даже не заметила. Вот что такое. Вот что может быть, ребята. Девушка. Первые отношения на одну ночь у меня произошли, когда мне было слегка за 20. Прежде я спал только с теми, с кем у меня были серьёзные отношения. Я типичный ботаник-геймер. Итак, я проснулся утром у себя в квартире, рядом со мной спала девушка, и я понятия не имел, что делать. Если бы я проснулся со своей девушкой, я бы либо обнял её, либо встал и поставил чайник. Но в данном случае я не знал, что делать, так что просто встал голый у дверей, глядя на диван в соседней комнате, и стоял так очень долго, сам не знаю сколько. В конце концов она вывела меня из состояния оцепенения, когда спросила, «Нафига ты так стоишь?» Точно не помню, что было дальше. Наверное, она оделась, выпила кофе и ушла. Всё на самом деле было не так плохо, мы до сих пор иногда переписываемся. Но я тогда был сбит с толку тем, что совершил нечто такое, что совсем не похоже на меня. Познакомился с женщиной постарше, поехали к ней. На следующее утро в комнату входит её сын, на вид лет 16-17. Он сказал что-то типа, «Боже, мама, ещё один?» Обязательно хороший сигнал съёбывать.